Фух, блин, после этого экстрима я реально еще не отошел. Вот ради одного этого момента, посмотрите, валит на финиш, опаздываем. Сколько время? И посмотрите, что творит по полю. Где-то 60 валим, может больше даже. 8, 33. 45 миль, плюс колеса больше, и 50 миль, 80 валим. Юрий, 80. Блин, и вот он с гидроцилиндром. И только что он висел над обрывом, блин. Блин, я в шоке просто. Что-то где-то не закрыто, дверь какая-то пищит у нас. Посмотри на дисплее вот вверху. Не открывай, наверное, или то выпадет что-то еще. Сейчас будет медленнее, поправишь. Закат, конечно. Валим. На финиш первого дня идем. Блин, это... Ребята сами в шоке, честно говоря, от своих действий. Это надо было видеть. И лебедка перестала работать, вообще шок был. Просто, блин. Машина могла упасть туда, и, блин, доставали бы ее оттуда очень долго. Вообще непонятно, чем это могло закончиться. Ну, ради таких моментов, конечно. Стоит... Стоит заниматься оффроудом. Это, блин, вообще что-то нереальное. Так, а сейчас, что мы творим, блин? Нету этого онлайна? Посмотри. Блин, вот это был бы очень жирный сюжет. Пробуй, Юрик. Антенна на крыше. Сейчас бы, конечно, красивый момент. Блин. Давай, давай, давай. Включай, не очкой. Сейчас я его чуть отпущу, ничего не видно уже. У нас в колее немножко покачивает. Вот это котлета, блин. Это что-то, конечно, невообразимое, блин. Мы в онлайне. Хищник на асфальте. Это видео называется. Мы на фуллтайме. Блин, думали уже эвакуация будет, потому что лебедка отказала в этом овраге жестком. Но удалось. Там включено у тебя пауэрбанк синенький светится с торца. Покажи мне. Да. Руслан, наряжается. Наряжается, да? Да. Да, жестко. 22 минуты до финиша. Чувствуется, что приближаемся не так. Вот скорость. Ближе к лагерю. Тут у меня в милях. Интернет заново, деду, начинает. Плюс колеса больше. То есть где-то скорость где-то в районе 80 сейчас. Блин, ребята видно, видят, что не очень далеко. Могли бы... Максимальная скорость нищенько. Говорят, что... 120-130, сказал Володя. Но 120, я думаю, что реально, потому что 80 вообще он не напрягаясь едет. Ребята нам советуют поставить тарелку на крыше, вместо он взяли. Мы над этим думаем. Поставим все. Главное, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Делитесь видео, чтобы больше людей посмотрело. Будет больше денег. Это будет все значительно легче осуществить. Реально, по бюджету, конечно, тяжело сейчас. Особенно этот год вообще тяжелый очень. Экономически я имею в виду. Блин, хищник валит. Ну вот, 45 миль, это 50. 50 миль, это 80 километров в час. Вот мы сейчас едем. Вот добавили. 87 где-то сейчас, 85. Сейчас, секунду, я повешу камеру. Сейчас включу. Включу навигатор, чтобы было более наглядно. Сейчас, по***. Ребята, вот 80... 77, 81 только что было. Левый нижний угол телефона, скорость. Сейчас в повороте чуть замедлились. По полю... По полю 80-ку валили, жили стопудово. 80, да, 80 где-то шли по полю. Я думаю, в некоторых местах и больше шли. Вот сейчас разгоняемся опять. Левый нижний угол, скорость. Вот 85, 7. Короче, вы поняли, я думаю... Сейчас горки идут еще. Я думаю, вы поняли, что мы не сочиняем. Это реальная скорость хищника. То есть 120 вполне реально. До 9. Меньше 20 минут осталось до финиша. Пробуем. Очень большой... Очень большой участок, на котором стоят точки. То есть очень большое удаление. Из-за этого приходится такие преодолевать марафонские расстояния. Ну, по меркам трофи, конечно, расстояние приличное, я вам скажу. Ну, в среднем 80 где-то едем. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Мега УАЗ когда-нибудь составит конкуренцию хищнику. Ну, я думаю, вот какой-то покатушке. Ребята, я вам скажу. Да, конкуренцию вот в такого рода соревнованиях ему составить очень сложно. Бюджет машины хищника. Ну, я не буду озвучивать там какие-то цифры. Бюджет десятки тысяч долларов. Может, то есть... Ой, красивый закат какой. Так, оттормаживаем чуть-чуть. Смотрим, оттормаживаем чуть-чуть. Люди спрашивают, сколько Гранд едет. Эх, сколько Гранд. Попробуем. Надо поставить шины, обкатать. Поставить шины дорожные, которые... Так, вот мы уже на трассу выскочили. Ох, какое солнышко. Сейчас... Ой, какой закат шикарный. Вообще нереалово. Сейчас помоем стекла. Может, вам будет лучше видно. Блин, заслепили нас. Валера упал. Где Валера с нами? Всегда живой. Блин, какой... Какой красивый вечер, блин. Просто нереально. Нереальный финиш, блин. Что тут пишет? Городище. Ух ты ж, елки. Так мы ж крен, знаете, ребята. Это, блин, еще... Билить километров... Блин, километров 15 еще по трассе нам валить. Давай засечем. 141 миля на одометре у нас. У нас остается 13 минут. 13 минут осталось, да? Ну, в принципе, реально, реально. Успеваем вроде бы. Слышишь. Если держать 80, но там сейчас будут... Я думаю, что держим. Мне сейчас где-то около сотни. Сейчас будут повороты. Вот скорость. Посмотри. Внизу скорость на красном написано. В углу. 92 скорость, блин. А, ну вот у меня спидометр есть. Блин, видите, все-таки... Тише, 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 тише. Блин, оттормаживаемся. Сейчас, ребята. Правильно, подожди. Да, 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 да. Правильно, да? Да. Вот навигатор. Я думаю, у них навигатор не будет. Через 600. Да, через 600 налево, все правильно. Блин, такое немножко торможение жесткое было. Так, кто раз спрашивает, кто победил. Мы не знаем, кто победил. Мы там финиш еще долго едем. Финиш будет по итогу двух дней. Сегодня первый день только. И вон там уже дождевая туча. Дождь бы, конечно, не помешал эту пыль прибить. Блин, сейчас что-то... Я такого тоже не помню. Блин, неправильно, не знаю. Мне кажется, неправильно поехали. Ну, не знаю. Блин, неправильно поехали. Сейчас мы разворачиваем. Сейчас мы разворачиваемся. Неправильно поехали. Все-таки у меня навигатор... Навигатор уже знает, был уже здесь. Блин, финиш под угрозой. Блин, вот это интрига. День на смарку, организаторы спадали. Не засчитают. Блин, грант валит, конечно. Ребята, промахнулись поворот. Где там у нас? Давай, давай за мной. Где направо? Прямо, прямо. Вот он сзади. Покажи его сзади в зеркало. Вот где-то направо, спеши. Вот, да, вот здесь поворот направо. Не сильно проскочили. Потеряли пару минут. Ну, грант валит нормально, конечно, тоже. Я вам скажу, что тут температура, давление масла. Обратите внимание, все. Хищник чуть отстал. Ну, конечно, тут на динамике разгона я ухожу, естественно. Покажи его в зеркало. Тут онлайн-трансляция. Идет трансляция? Да, да. Тут полицейские. Уже проходим на скорости полицейских. Тут мы вчера ехали за Крисом, за Францем в этом месте. Теперь мы первые. Слежу, слежу. Встречка. Слежника вижу. Давай пустим его вперед. Тут уже прямая, он тут не заблудится. Чтоб люди его видели. Его скорость. Во-первых, машину рукой, чтобы он приезжал. Мягче, мягче, мягче. Идет нормально. Что там, время? Юра, время. Время, время. 8 минут. Ну, должны успеть, должны успеть. Блин, еще далековато, конечно. А сейчас я посмотрю, сколько до финиша. На навигаторе, посмотри, средняя цифра. Средняя, средняя цифра. Ой, блин. Блин, размах точек нереальный. Чтобы вы понимали, это мы, блин, где-то были километров 40 от лагеря, наверное. Это мы полдня туда ехали. И сейчас надо вернуться за 20 минут было. Но последняя точка этого стоила, конечно. Это было что-то, блин, вообще нереально. Черт, очень спритых. Конечно, тут немножко заплукали. Но это не решающий момент. Очень далеко точки, конечно. Хищник 90 валит вообще. Я не представляю. Вот у меня на УАЗе 60-65. Это реально уже понятно, что колеса больше. Но вопрос не в колесах, а в гидроцилиндр такой просто. Здесь американский, который, скажем так, готов к этим скоростям, к этому двигателю. Так, ребята, финишная прямая. Блин, хищник. За нами идет сзади. Очень далеко точки. Блин, мы реально валим, наверное, километров 40 провалили только что. На высокой скорости валим, блин, почти 30 минут. То есть явно больше 30 километров. Ну, 35 железный идет, идет за нами. Конечно, мне на гражданской, ну, на полугражданской машине легче. Что, идет трансляция до сих пор? Да. Блин, вообще, может, связь наладилась? Вот антенна висит тут у меня. Прямо на руках лежит, висит. У меня один-то телефон. Вон, наверное, уже лагерь недалеко. Сейчас где-то мост должен быть. Я был спецучасток с Рубиловым. Мы почти успеваем. Сейчас не пойму. Осторожно, осторожно. Люди на дороге. Вижу, 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 вижу людей. Спрасываю. Спрасываю. Москвич такой у меня был когда-то. Только что навстречу проехал. Начинает прорываться интернет у нас, ребята. Извиняйте. Белое пятно у покрытия. Да. Я лично вижу, вижу его. Держу его в зеркале. Вон он на хвосте. Так, тут пару жестких поворотов. И вот этот спуск с этой высоты вниз. То есть, куда мы карабкались полдня. Теперь мы спускаемся по асфальту. Очень тут жестко. Ребят, нет рации у нас предупредить. Ну, я думаю, они опытные оттормозятся. Тут реально, конечно, жесткий спуск такой. Не рды. Гран-Чероки все-таки быстрее. Вот, вот тут спецучасток был. Весь день рубили здесь. Вот он, да. Все, мы уже почти на месте. Осталось две... Километр или 500 метров осталось. Вон лагерь уже. Сейчас запускаем хищника. Сейчас я чуть оторвусь, чтобы снять его финиш. Победный, не знаю, насколько победный. Но, ребята, просто нереальные. Просто нереальные. Вот уже спецучастки. Все, мы уже вместо лагеря вот здесь. Место. Давай здесь притормозим пока. Сейчас мы покажем, как он финиширует. Вот они, эти красавцы. Это маньяныч. Кто точки ставил, Саныч? Кто ставил точки? Вот там дядька есть. Я здесь ни при чем. Ох, и кино только что было, блин. Это жесть вообще. Да, премьерный показ могу вам вечером. Догонялся за тем сумасшедшим, который с гидроцилиндром ездит 120, чтобы ты понимал. Он может ехать, блин. Я в шоке просто. Мальчик. Добрый вечер. Молодец. Ну что там? Надо больше людей взять, чтобы все искали. А где фонарик наш? Где фонарик вчера брали? Серега. Как вам? Постали за 59-ю точку. Искали, блин, офигеть можно. Не знаю. Вот так вот два раза все горбы, блин, перешли. Покажете, потом поедем специально. Машина приедет. Слышишь? Оль в ноль показывает. Мы сейчас кто-то там местный. Нормально, да? Кардан отлетел. Так, говорят, брат, 4-5. Там кардан надо найти. Кардан, возьми. Валван, это жесть. Чей, у тебя отлетел кардан? Мы с вами летели, блин. Кардан отлетел. Далеко? И еду километров 5 назад. Я прыгнул. Вот это вы ходите. Потеряли еще кардан. Так поехали на гранде, пацаны. На чем вы ехать хотите? Поехали на гранде кардан подберем. Но что на ней мучиться? Да, остываю. Да. Такой уровень смелотрофи. Тут и еда, все есть. И две шишиги. И МТ. И слепой где-то ходит. Слышишь? Валили на финиш. Хыжак кардан потерял. Километров 5 назад. Сейчас поедем поищем, блин. Где-то лежит на дороге. Приключения не закончились. И ищем кардан потерянный. При финише. Когда шли на финиш, блин, потеряли на хыжаке задний кардан. Вот два сыщика. Слышишь? Та-дам. А, ударился и где-то здесь полетел. Ну вот. Какие-то нашли царапины. Но места точного не знаем где. То есть, конечно, шансов найти его еще и в потемках. А, есть фонарь на голову у меня. Сейчас я дам. Сейчас фонарь давай достанем. Нашли какую-то выбоину на асфальте. Похоже, тут он где-то отлетел. Не знаю. Шансов, конечно, немного его найти. Где есть фонарь? На, хоть что-то мне. Короче. Где он включается? А ну, подожди. Что-то про фонарик не подумали. У меня один в палатке лежит. А, подожди. Сейчас аккумуляторы поменяем. Сейчас будет как днем. Сейчас я... Так, нашли чашку от крестовины. Да. Смотри, место нашли. Ё-моё. На дороге я случайно вот это увидел. Выбовину эту. В свете фар. То есть чашка здесь. Рома, я думаю, что он справа все равно. Да, кардан не нашли. Место нашли. Потемнело уже. Ладно. Завтра продолжение на переднем приводе. Вас. Хищник 21.09.